Всем привет, с вами Инферниус, это мое новое видео, и сегодня мы направляемся, чтобы посетить заброшенную школу. Богомол, поздоровайся. Здорово всем! Привет! Всем привет, с вами Инферниус, и это мое новое видео. В этом видео мы направимся в заброшенную школу времен СССР. Вам очень понравились заброшенные школы, именно поэтому я выпускаю для вас этот видос. Перед просмотром этого видео я прошу вас, чтобы вы поставили лайк, написали комментарий, потому что я хочу, чтобы это видео как можно больше набрало просмотров. Также тут вы видите три лучших комментарии с предыдущего видео. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий попался в видео, просто пишите его ниже в комментарии. Также сейчас получат три сигны победителя предыдущего розыгрыша. Хочешь получить сигну в видео, все, что тебе нужно сделать, это репостнуть это видео с моей страницы ВКонтакте в описании. Также всех, кто ко мне добавится в друзья ВКонтакте в течение первого часа после выхода этого видео, я всех принимаю. Так что все ссылочки будут в описании. Мы направляемся в заброшенную школу, и, кстати, сейчас мы находимся около очень годного объекта. Это уже будет следующее видео с заброшенной части МЧС. Поэтому, если вы хотите увидеть этот видос, набираем 3000 лайков, и я его выкладываю. Путь к заброшке нас ведет через вот такой вот лес, посмотрите. Даже уже сам лес очень жуткий. Мы еще не были внутри, поэтому мы не знаем, есть ли там какой-то сохран или нет. Но мы уже почти к ней подошли, поэтому сейчас вы ее увидите. Вот так выглядит здание самой школы. Здесь раз, два, три этажа. Можете, как видите, на первом этаже все окна заделаны решетками, поэтому нам придется лезть через второй этаж. Так, камера у меня. Я уже почти залез. Сейчас залазят ребята. Я уже посмотрел, что внутри школы. Она, конечно, разваленная, но интересное там что-то найти можно. Ни в коем случае не повторяйте вот такие вот залазы, потому что они очень опасные. Смотри, не упади. Тут все очень гнилое. Добро пожаловать в школу. Кстати, с самого начала нас уже встречает книжка какая-то. Так что это сразу доказательство того, что это школа. Да, тут на полу много всего развалено. Ты не помнишь, где тут самая интересная комната? Нет, вообще, баскенка. А где это все неинтересно? Ты не помнишь, где это? Какие-то очень старые бумаги всякие. Смотрите, здесь стоит даже... Правда, его разломали пианино. Пианино раньше здесь было. Но его кто-то разломал. Вот такая вот таблица. Так же тут... Там будка ЧОПа была. Вон он, ЧОП. Он ходит? Вон он с этой будкой. Смотри, смотри. Какой знак на кроссовке. Пошли на верхний этаж. Так, это туалет. Так же здесь можем увидеть еще остатки какой-то посуды. Но ее очень мало. Здесь опять тоже какой-то зал. Ну тут очень все развалено. Мне кажется... Ну, это школы заброшены еще со времен СССР. Поэтому здесь уже много кто побывал. И они все поломали. ЧОТЬ ТАКОЕ? Там что-то плавает. Тут листья там земля. Это не листья. Блин, лучше не трогать. Смотри. Глобус. Пойдем на нижний. Посмотрите, какая тут лестница. Вот это очень круто выглядит. Тут остались мечи. Еще с тех времен. Посмотрите. Посмотрите, тут остались советские. Как это сказать? Стенка? Нет, как-то в другом называется. Швейцарская стенка. На самом деле, очень жуткая заброшка. Особенно на первом этаже. Потому что здесь нету света вообще. Вот тут даже фотографии остались. Смотри. Это еще с каких годов, интересно? Слушай, у них, наверное, написано. Вот это еще, когда в этой школе учились. Тут даже остались некоторые учебники с того времени. Давайте посмотрим, какого они года. Где-то посмотреть-то. Где-то посмотреть-то. 85-й год. Это уже этой заброшки. Где-то, сейчас скажу вам, 30-40 лет. Телевизоры старые. Кстати, они разбитые. Посмотрите. Блин, жесть, конечно. Конкурс бального танца. О, Ленин. Фотографии его осталось. Ген, Сэй, что нашел? Сэй, что нашел? Как-то у меня получше. У меня, я ее себе повешу на рамочку. На вот этой фотографии, я ее перевернул. Посмотрите, там еще какая-то. Но она очень старая. Не знаю, кто это. Она, ты понимаешь, очень выцвевшая. Покажи, кстати, какие фотки ты нашел. На его карточке тоже другая фотография. Воспитание школьников. Воспитание школьников. В 80-х год. Теория и практика коммунистического воспитания. 35-летие Великой Победы. ЦК КПСС. Что-то какая-то странная методичность. Че? 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 Это мечтатив какой-то. Эту? Не знаю, что это такое. Не свети мне в камеру, а то это засвет. Посмотрите, какая жуткая кукла. Жесть. Я нашел тетрадку ученика. У нее нету ног, нету черепной коробки. Жесть. Наш такой камп, тот 4. Какого года? Это не совсем тетрадь, детский сад, потому что-то. Че-то очень странное. Не понимаю. Смотри, гантелька. А че это за коробка? Возьми. А, это кирпичик. А, а вот это? Флаг. Флаг СССР. Смотрите. Посмотрите, какой мы флаг нашли маленький. Тут надпись МИРУМИР. Также детские кубики, они раньше. Мне кажется, это не кубик, чувак. Это кубик, в детском саду у нас в КИГУЛЬ. А, не, бля, сарен. Это не кубик. Шкатулочка. Кабинет русского языка и литературы. Смотрите, какая-то фотография старая. О, чувак. Это плакаты. А где ты сколько? Также мы тут находим много всяких сайте, видите? Хлопок. Это уже биология. Это не биология. Это немецкий. Это немецкий. Немецкий? Да, Майн Ашстаслазин. О, смотри, да ну. Подставка школьная. У нас хоть такие же. Физика, восьмой класс. Пёрышки он до сих пор нам делает, кстати. Учебники. Советский учебник. Также подставка еще с того времени. И тут, где цена указана, там 5 копеек. На учебнике указано, 100%. На учебнике? Да, на учебнике указывали. Так, а не. Подожди, какого угодно. А, нет, цена 50 копеек. Цена? Вот, смотри. 50 копеек, да. Так. Какая-то книжка. Воспитание школьников. Слышал, уже воспитание школьников. Эм. А у тебя что? Воспитание школьников. Только у меня другая вещь. Раньше во всех книгах, раньше во всех книгах была, как бы, настоящая история, не то, что сейчас. Как видите, открываем первую страницу, сразу же, «Бессмертие великого подвига». Тут рассказывается про разные подвиги. А сейчас у нас в учебниках говно. Это пропаганда СССР. Какая пропаганда? Нормально в СССР было. Я помолчу. Ну вот и помолчил. Тебя просто бы расстреляли уже. Ну, меня-то за мои действия расстреляли бы это, да. Но если бы я бы жил в СССР, я бы не начал таким заниматься. А вот это правильно. О, чувак! Давай сделаем тебе фотку, где вот ты вот так стоишь. И мне тоже. Это кабинет английского языка. Это кабинет английского? Да. О, тут, походу, поджигали. Смотрите, тут провалилась крыша. Жесть. Тоже куча учебников лежит. Мы нашли здесь вот такой вот. Сейчас надо как-то поменьше включить. Пленку. И тут видно, не знаю, вам не видно на камеру. Вот так вот видно. Смотрите. Какой-то проект. О, смотри, чувак, мавзолей. Посмотрите, здесь огромная такая стенка. И посиди не фотография. Точнее, нарисована на дереве мавзолей. Там, где похоронен Ленин. Стен газета? Ну, как это называлось? Типа, когда школьники газеты распечатали. Они их не распечатали? Ну, не распечатали, делали сами. Типа, когда школьники газеты распечатали. Там, через второй этаж. Слазить очень сложно. У меня уже богомол говорил. Поэтому, я не знаю, получится ли у нас отсюда уйти и не пойматься. Посмотрите, как она шатается. Посмотрите, посмотри, снимай. Слазить. Блин, не надо расшатывать. Мне еще слазить. Гена. Скину. Кидайся. Гена. Он взял мою камеру и скинул со второго этажа. Посмотрите, как она разваливается. И сейчас нам через вот такой вот темный лес предстоит выбираться отсюда. Посмотрите, как жутко. Это просто пипец. Ребята, я надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Инферниус. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok